В Старом Асколе прошел первый фестиваль духовной музыки «Пасхальная жемчужина Асколья». Со сцены Дворца культуры молодежной звучали церковные песнопения и народные мотивы, а также эстрадные мелодии на пасхальную тему. Около 20 коллективов и сольных исполнителей посвятили свое искусство православному празднику. Первый фестиваль духовной музыки посвятили Дню Жен Мироносец, который православные отметили 30 апреля. Благочинный 1-го Староскольского округа Алексей Бабанин благословил участников концерта. Они сегодня впервые делают такой нам праздник, так что спасилась Господи и помощи Божьей. Большой сводный хор преподавателей музыкальных школ и певчих Староскольских храмов вместе на сцену вышел впервые. Хрустальное многоголосье широко и торжественно разливалось по залу. Духовная музыка – это особое искусство, уверены участники хора. Вы знаете, это, наверное, голос души. В духовной музыке здесь и музыка, и текст, в общем, музыка помогает воскрыть вот эти тексты. Поэтому люди, которые поют духовную музыку, они, правильно, музыкально обогащаются. Люди, которые не понимали духовную музыку, начинают петь, они говорят, слушай, а красиво ведь, а мы что-то стали понимать. Песни на церковно-славянском, греческом и русском языках звучали со сцены. Духовные произведения исполняли певчие городские храмов. Девятиклассница православной гимназии Анна Катенева поет в нескольких хорах, а также выступает сольно. Говорит, духовную музыку предпочитает любой другой. Она более такая светлая, душевная. Она как бы возносит себя к Богу, даже мыслями. Тебе становится так легко, поэтому духовная музыка – это намного лучше, чем светская. Церковные песни исполняли и на народный манер, приглушенно, с ненавязчивым вкраплением фольклорных инструментов. Хор Федосеевской музыкальной школы спел духовную песнь о Небесной Царице. Именно так пели наши бабушки, говорит руководитель хора. Это более древний пласт, когда духовные песни исполнялись вместо молитв, дома и на больших церковных праздниках. Исполнялись не профессионалами, а бабушками. Дети особенно относятся именно к исполнению духовной музыки, потому что все верующие, все православные. И я вижу и чувствую, что они чувствуют то, о чем поют. В программе было и несколько эстрадных песен на церковную тему. Всего прозвучало около 20 номеров. Первый фестиваль духовной музыки стал настоящим праздником для души. Теперь пасхальная жемчужина «Осколия» будет ежегодно собирать лучшие голоса, уверили организаторы. Фестиваль открытый, поэтому будут ждать исполнители и из других регионов. Наши путь вымиркает по силам своим, все на этой земле дети ложьи. Марина Некрасова, Дмитрий Луковский, Денис Остапенко, 9 канал.